МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Первая полноценная рабочая неделя принесла нам новости, и хорошие, и не очень. О главных из них мы поговорим в ближайшие 40 минут. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. Чистка банков дошла до Хакасии. Оправдались наихудшие ожидания вкладчиков. Навигатор остался без лицензии. Мясные ряды повышают цены. В шоке не только покупатели, но и сами продавцы. Без документов не хозяева. Жители села Малый Ансас рискуют потерять свою землю, на которой еще жили их деды. Удивительная жизнь и Валерия Табаева. У него никогда не было паспорта, но это не помешало ему чувствовать себя полноценным человеком. Какие дороги нуждаются в срочном ремонте, и все ли удастся сделать, об этом расскажет гость нашей программы директор Хакасов Таттара Андрей Будянский. Их подвиг до сих пор не превзойден. 60 лет назад в Хакасию на освоение Целины приехали 7 тысяч человек. На неделе свершилось то, о чем последние несколько недель ходили упорные слухи. Банк-навигатор все-таки остался без лицензии. Месяц назад он прекратил работу под предлогом технических проблем. Однако некоторые пытливые клиенты сразу заподозрили неладное. И вот во вторник опасения подтвердились. Центробанк объявил о подзыве лицензии. Что теперь делать вкладчикам, а также тем, кто брал кредит в навигаторе? Разбиралась Елена Крылова. Через 10 дней клиенты банка-навигатора начнут получать свои деньги. Отзыв лицензии стал в Хакасии крупнейшим страховым случаем за всю историю. Сумма выплат из агентства по страхованию вкладов составит рекордные 700 миллионов рублей. На момент отзыва лицензии у навигатора насчитывалось около 3000 клиентов. Среди них Вера Калмакова. Несколько лет откладывала на счет с пенсии. Теперь она под присмотром медиков после новостей экономики. Смотрела, и у меня сразу сердце заколотилось. Я прямо не знаю, что. И ничего не помню, что они говорили. В общем, они номер телефона говорили, что куда обращаться надо. А я у меня ни ручки, ничего не... Я растерялась, и ничего не могу, нигде ничего найти. И куда идти, куда... Что пошла в навигатор, а там закрыта дверь. Стучала, стучала, охранник открыл. Все, мне сказал, что не работает навигатор. В банк навигатор пускают теперь только заемщиков. Несмотря на банкротство, платежи вносить надо по обычному графику. И теперь только через кассу. Что касается владельцев вкладов, надо немного подождать. Начиная с 27 мая, все вклады будут выдаваться через банки-агенты. Какие банки-агенты на текущий момент, мы не знаем, какие это будут банки. Перечень банков-агентов будет утвержден Агентством по страхованию вкладов, ориентировочно 19 мая. Так что призываем набраться терпения. И 27 числа, начиная с 27 числа, все вклады могут быть получены банки-агенты. Информацию по навигатору временная администрация постоянно обновляет на сайтах Агентства по страхованию и самого банка. Под действие страховки попадают все вклады, депозиты и счета. Выдавать будут не больше 700 тысяч рублей в одни руки. Владельцы более крупных счетов деньги тоже не потеряют. Разницу вернут после продажи имущества банка. Кредиты продадутся аукционно. И каждого заемщика лично известят, в какой банк теперь надо перечислять платежи. При этом условия договора обязательно останутся прежними. Добавим, что в России навигатор стал 31-м банком, у которого регулятор отозвал лицензию в этом году. Елена Крылова, Дмитрий Парахин, Сергей Казьмин. Вести Хакасия. События недели. Деньги сейчас приходится считать всем, особенно когда идешь на рынок или в магазин. Покупатели в легком шоке. В Хакасии подорожало мясо. Стоимость свинины уже превысила отметку в 300 рублей за кило. И, как думают продавцы, это еще не предел. Новые правила забоя скота, как подумают многие, здесь совсем ни при чем. Техрегламент, по которому мясо на продажу нужно забивать на специальных пунктах, вступил в силу с 1 мая. Однако, по неофициальным данным, жестко контролировать его исполнение пока никто не будет. Ни Хакасия, ни другие регионы к этому просто не готовы. Так в чем же причина роста? Об этом наш следующий материал. В материи от нас, в хвост и в гриву. Мы остаемся крайние. Отношения между продавцами и покупателями испортились две недели назад, когда резко взлетели цены на мясо. Первой подорожала свинина. За ней автоматически выросла стоимость говядины и баранины. Покупатели негодуют и лишний раз подумают, можно ли сегодня обойтись без косточки и филе. Очень плохо. Потому что я сама пенсионерка. А иногда бывает, что невозможно взять такую сумму. Вы будете покупать по такой цене? Я уже купил. А куда деваться? Ну что думать. Еще поднимутся цены. Почему? Как почему? Все же дорожает. Торговцы на рынке указывают единственную причину ажиотажа. По их мнению, ситуацию спровоцировала крупнейшая сеть мясных лавок в Абакане, которая продает так называемое промышленное мясо, то есть выращенное на агропредприятиях. Именно оно недавно подорожало, так как, говорят торговцы, в страну стали меньше завозить импортного продукта, якобы вследствие санкций Запада. Те же торговцы слышали. Теперь наши власти ведут переговоры с соседями на Востоке. Ждем, что с Китаем наладятся поставки. Значит, Китай будет поставлять в мяско импортное мясо, значит, колхозники тоже сбавят. Мы работаем только с колхозным мясом, потому что оно самое вкусное, экологически чистое. В сети мясных лавок обвинения в продаже промышленного мяса отрицают и уверяют. На их прилавках только натуральный продукт. Предприниматели, так же, как и торговцы на рынке, считают себя пострадавшими. Воз импорта запретили в Россию. И сейчас крупнейшие предприятия, колбасные все цеха, перешли на наше отечественное мясо. На говядину, на свинину. Поэтому нехватка на мясном рынке мяса, общекапитальная нехватка. И в связи с этим цена отпускная растет. Каждый день. Получается, сейчас цены на рынке диктуют свинокомплексы и другие агропредприятия, которые в условиях дефицита резко взвинтили свои цены. Деревенские жители решили от них не отставать. Зачем сдавать свое мясо дешевле, когда можно дороже? Как долго продлится эта ситуация, сказать сложно, но эксперты полагают, рост цен, возможно, остановится через два месяца. Цены снизятся, я полагаю, только, так скажем, с августа-сентября. Да, когда начнется уже какой-то массовый убой скота. Вот здесь вот уже крестьяне сыграют просто на рынке тем, что обилием ресурсов. Эксперты отмечают, сейчас наступил редкий момент, когда выигрыши остаются деревенские жители. Цены повысились, а значит сельчане могут оправдать свои расходы на разведение домашнего скота. А вот вопрос, почему страна, где огромные возможности для развития животноводства вдруг зависят от импортного мяса, скорее всего относится к разряду риторических и логическим следствиям развала советской агропромышленной отрасли. Вопрос с ценами на мясо затронули и в правительстве Хакасии. Глава республики поставил задачу перед Минсельхозом проследить за тем, чтобы введение новых правил забоя не повлекло за собой удорожание продукта. Сейчас в республике всего три забойных цеха, а требуется их в несколько раз больше. По предварительным подсчетам на строительство пунктов необходимо до 60 миллионов рублей. Минсельхоз сейчас изучает ситуацию, в каких селах предстоит открыть эти цеха. Как заявил Виктор Зимин, за 14-15 годы власти должны решить вопрос с забойными пунктами, соблюдая при этом интересы фермеров и крестьян. Илья Анатольевич, я ставил задачу главам проконтролировать ее, так, чтобы они автомобилями помогали, особенно по забою на животных в малых селах, где нет хорошей транспортной доступности. Мы определяли, что районы должны взять это на свои плечи, так, чтобы это не отразилось на цене мяса. Кстати, о малых селах. Их возрождение объявлено одной из главных задач. Чиновники должны по возможности помогать людям, решившим переехать в деревню. Однако в жизни все не так просто. В нашу редакцию обратились уроженцы прииска Малый Анзас Таштыбского района. Семь семей не могут оформить в собственность участки, на которых стоят дома еще и их дедов. Не хватает документов, и люди вынуждены доказывать, что они действительно жили в Анзасе. Анна Ахпашева встретилась с теми, кто вдруг оказался захватчиком на своей земле. Мне 58 лет, как помню, она тут стояла. Вот мы с женой взяли и отремонтировали. От этого я ушел в армию. Тут я родился, вот здесь я родился и выросся здесь. Ну и как домой-то тянет. Рассказывая об этом стареньком летнем доме, Николай Федорович не может сдержать эмоции. Дорог здесь каждый угол. Избушку, построенную еще родителями, сохраняли долгие годы. Кстати, родовых домов Галочкиных на Малом Анзасе несколько. Братья, даже когда прииск вымирал, продолжали поддерживать избы, держать хозяйство, жили себе спокойно и не подозревали, что они, оказывается, захватчики земли. Такой вывод сделала приезжая комиссия. Как мы незаконно заняли? Когда этот участок, где-то в 1938-1936 году, дед мой, Дмитрий, они приехали куда-то с Самары, сперва жили в Верхсея, потом сюда переехали. И они с бабкой этот дом строили. Мы как жили, так коней вожу, пчелы вожу. Мы здесь как жили, тут раз. Собратьев по несчастью, у Галочкиных еще четыре семьи. На всех одна проблема. Не могут оформить землю в собственность. Даже по так называемой дачной амнистии, где схема упрощенная. Не хватает одной единственной бумажки, выписки из похозяйственной книги. До 2010 года Галочкины есть в старых списках. Исправно платили налоги на землю. Но после ликвидации Кубайского сельсовета в новых документах межселенной территории их не оказалось. То почему-то, когда стали создавать новую похозяйственную книгу в электронном виде, администрация межселенной территории, которой руководит Карлов Александр Григорьевич, не внес их, вот эту семью Галочкиных, то есть Николая Федоровича, в новую похозяйственную книгу. Мотивируя тем, что у них нет правоустанавливающих документов ни на участок, ни на дом. Но теперь понимаете, что, наверное, публика, которая будет слушать нас, поймет, что как это так. То есть этих документов их в природе? Да их в природе не могло быть до 2000 года или до вступления в силу семейного кодекса. Получить злополучную справку Галочкины пытались через суд и даже выиграли в районном. Но Верховный суд Хакасии решения отменил. Впрочем, как оказалось, нашелся еще один предлог отказать в регистрации жителя Манзаса. Земля якобы отравлена ртутью. В прошлом веке здесь активно добывали золото. Есть даже письмо из правительства за 2010 год, в котором рекомендовано временно отказывать в предоставлении участков. Вот только рекомендации эти выполняются со слов людей выборочно. В тайге, как грибы, растут новые дома и дачи. Возмущение подогревают и другие, порой кажущиеся нелепыми, все новые требования, выдвигаемые людям. Те же Галочкины должны найти свидетелей, чтобы подтвердить, что они там жили. Галочкины, чьи деды уходили с прииска на войну и не вернулись. Их имена сегодня выбиты на сельском памятнике бойцам в Великой Отечественной. Вот это отец отца нашего, а вот это отец матери Вельчиков Петр Васильевич. Вот еще какие-то свидетели. Ну, какие еще свидетели. Кошмар ситуации со слов людей в том, что сегодня они реально боятся потерять родовые дома. Приехать однажды и увидеть на своей земле нового собственника. По крайней мере, такую картину им обрисовали в Таштыбе. Чего боимся? Нам Юлис Таштыбского райисполкома сказал, мы ваши земли продадим, они не существуют, продадим сукционы, все. Вы там никто. Деревни-то уже практически нету, все, мы вот Галочкины ездили, и мы так же ездили, наш домик сохранился. Мы и многого не требуем, вот оформите мне этот домик, не надо мне большой земли и все. Нет, не получается и все. Какие-то припоны. Ситуация парадоксальная, учитывая, что районное руководство сегодня как никогда заинтересовано в новых жителях, а значит, поступлении налогов в бюджет. Глава района Василий Шулбаев признал, вопрос регистрации земель, особенно на селе, сегодня стоит особенно остро. Люди десятилетиями живут в собственных домах, даже не задумываясь хоть как-то подтвердить право на недвижимость. Оценивая ситуацию, власти пошли навстречу сельчанам. В прошлом году в районе провели уникальную выездную акцию вместе со специалистами рек-центра. В деревне Большие Арбаты на месте узаконили десятки домовладений. И похоже, чтобы навести порядок, в дальнейшем придется действовать именно так. Что же касается приисков, тут необходимо закрыть вопрос с ртутью. За слов главы, уже этим летом специалисты проведут официальные исследования почвы и воды и дадут заключение. Осенью вопрос с регистрацией земли на Малом и Большом Анзасе будет решен окончательно. Напоследок Василий Шулбаев успокоил и наших героев. Есть беспокойство, что там какие-то конкурсы и все остальное. Я думаю, что это на сегодняшний день. Тем более, когда вопрос стоит, что у них есть право устанавливать документы, тем более, они вроде как бы платили налоги, то вопрос в принципе не должен стоять как в каком-то конкурсе и все остальное. То есть здесь обеспокоенность, еще я отмечаю, вот конкретно жителей, в том числе семейства Галочкина, здесь просто, скажем, нету почвы для этого. Анна Ахпашева, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия, события недели. Жители Малого Анзаса мучаются из-за одной бумажки, а вот герой следующего сюжета всю жизнь прожил без паспорта. Невероятно, но факт. Чабан Валерий Табаев спокойно обходился без него и в 20-м, и в 21-м веке. Главный документ гражданина России ему понадобился лишь сейчас, когда мужчине нужно оформить пенсию. Но, кстати, это не единственная причина. Подробности у Олеси Калиниченко. Свидетельство о рождении не получали никогда, не паспортизировались. Документов, удостоверяющих личность, у вас нету. В суде Скиского района рассматривается дело Валерия Филипповича Табаева. Официально этого человека не существует. Родители не оформили его рождение, но именины всегда отмечали 12 апреля. В суд пенсионер обратился, чтобы свой день рождения зафиксировать документально. Суд решил заявление Табаева Валерия Филипповича об установлении факта рождения удовлетворить. Установить факт рождения Табаева Валерия Филипповича 12 апреля 1951 года в ВОО Собра Маласкиского района Красноярского края. Валерий Табаев живет в деревне Печен. От райцентра она далеко. Чтобы попасть в суд, нужно пешком пройти 15 километров до трассы, потом еще 30 на автобусе. В непогоду здесь непролазная грязь. Однако затворником Валерий Филиппович, несмотря на отсутствие паспорта и дорог, никогда не был. В Уфе. В Уфе был. В Саратове, да, говорите? В Саратове был. И Шов. И где Гагарин приземлялся. Просто ездили посмотреть города? Или как по делам? Просто. Валерий Филиппович говорит, паспорт ему был не нужен. Билет на самолет и поезд всегда покупал по военному билету. Когда после армии устраивался на работу чабаном, паспорт не спрашивали. В больницу не обращался. С женой, сейчас она на лечении, прожил в гражданском браке. Родили пятерых детей, подрастают 13 внуков. Всех воспитали в этом 100-летнем доме. Он достался в наследство от бабушки. Как и некоторая домашняя утварь. Ведро пшеницы. Вот. Вот. Крутишь ее. Зато с ведра пшеницы полтора ведра толкана получается. А толкан самый сытный. Сегодня Валерию Табаеву 63. Оказалось, без паспорта можно жить. Вот только пенсию без этого документа не начисляют. А она Валерию Филипповичу полагается. Его трудовой стаж 23 года. На настоящее время справки, подтверждающие факт работы, что он работал в ЗАО Есинска, к нам поступили. Работал он в качестве чабана. Вся информация у нас сегодня есть, чтобы ему назначить пенсию. Единственное, мы ждем, что он к нам появится вместе уже с документами, с паспортом, подтверждающим его личность. И мы примем заявление, назначим ему пенсию. Пенсия не единственная причина, по которой Валерий Табаев получает паспорт. После 35 лет совместной жизни они с супругой планируют пожениться. Дети настаивают. Деда с бабкой, когда свадьбу будем делать, я говорю, паспорт получу. Я говорю, будем делать. Бабушку, говорит, красит. Говорю, как зубы-то? Зубы-то, говорит, ерунда, говорит. Чтобы она, скажу я ей, бабушке, чтобы рот не открывал. По срокам эпопея с документами должна закончиться где-то в августе. Пенсию начислят в течение 10 дней. Правда, кто ее будет приносить в заброшенную деревню по бездорожью, пока не ясно. Валерий Филиппович будет единственным пенсионером в печени. Олесь Калинченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. В эфире Вести, Хакасия, события недели. Продолжаем выпуск. Очередная трагедия в Черногорске. В ночь на четверг там загорелся барак. В результате пожара погибли двое пенсионеров. Как говорят соседи, погибшие любили выпить, что и сыграло свою руковую роль. Версии случившегося две. По одной нетрезвые пенсионеры заснули с непотушенной сигаретой. По другой жилье могло загореться из-за свечи. Пара пользовалась ею, так как их квартира была отключена от света из-за долгов. Ситуацию с гибелью людей в результате неосторожного обращения с огнем в главке МЧС называют критичной. По сравнению с прошлым годом выросло и число пожаров, и количество смертей в них. Черногорск на особом счету. В апреле там жертвами огня стали пять человек, в том числе двое детей. И вот новая трагедия. В связи с этим республиканское управление МЧС направило письмо главе Черногорска, в котором рекомендует администрации более бдительно относиться к вопросу безопасности горожан. Такое же письмо получат главы других территорий. На ремонт дорог республиканские власти стали меньше тратить денег. Таковы возможности бюджета. Повлияет ли это на качество трасс? И какая работа выходит на первый план? Мы поговорили с директором государственного учреждения «Хакасавтодор» Андреем Будянским. Здравствуйте, Андрей Иванович. Здравствуйте. И я предлагаю начать нашу беседу вот с какого вопроса. Вам самому нравится качество наших дорог? Лично вам, как жителю республики, как водителю наверняка. Мне, как жителю, чисто объективно, наши дороги в целом нравятся. Скажем так, побывав в соседних регионах, мне есть чем сравнивать. Как все познается в сравнении. И несмотря на ряд нареканий к некоторым участкам, к некоторым километрам дорог, наши дороги все-таки одни из лучших в сибирском регионе. Ну, согласитесь, проблемы определенные есть, да? И вот какова ситуация в этом году? Проблемы с дорожным строительством, с содержанием дорог всегда есть. В основном это касается... В основном причина заключается в недостаточном финансировании. Какие дороги будут в этом году ремонтироваться? Какие трассы? И что в первую очередь предстоит сделать? Особое внимание при ремонте дорог в этом году будет уделено обязательным участкам дорог, наиболее загруженным автомобильным транспортом и несоответствующим безопасности дорожного движения. То есть будут устраняться выбоины, просадки, устраняться колейность асфальтобетонного покрытия. Полностью будет произведена работа по горизонтальной разметке. То есть все, что касается безопасности дорожного движения. Вот вы упомянули о финансовых проблемах, связанных с ремонтом дорог. В чем именно вопрос состоит, да? И это как-то отразилось на состоянии наших трасс? Ну вот, скажем, в прошлом году у нас объем фактических доходов бюджета, направленных на Дорожный фонд, в Дорожный фонд Республики Хакасия, составил 913 миллионов рублей. При запланированных 1 миллиард 195 миллионов. То есть на 24% меньше запланировано. И вот это недофинансирование повлияло в основном больше на экономическое состояние этих подрядчиков. Но сейчас положение выправляется. Значит, финансирование прошлогодней кредиторки, особенно с апреля текущего года, достаточно активно осуществляется финансирование их. И, как я сказал, ну где-то уже в мае месяце, я думаю, процесс выплаты кредиторской задолженности будет завершен. В этом году средств выделено на ремонт дорог столько же, как в прошлом или меньше? В этом году средств выделяется меньше. Значит, я не буду говорить о ремонтах дорог, скажу в целом. Если в прошлом году планировалось 1 миллиард 195 миллионов, то в этом году всего 755 миллионов 600 тысяч рублей – это, скажем так, контрольная цифра Дорожного фонда. Все-таки интересно, если такое идет недофинансирование, то у нас что? Дороги как-то уходят на второй план или все-таки это остается всегда приоритетом? Они не могут отойти на второй план. Дороги, они как кровеносная система организма. Если кровеносная система организма отказывает, организм погибает. Поэтому все государства тратят на дороги достаточно большой процент бюджета. И правительство республики Хакасия также нацелено на постоянная головная боль. Но в связи с тем, что все-таки у нас в прошлом году получилась такая… Финансовые проблемы. Финансовые проблемы, да. Объем фактических доходов республики значительно меньше, чем было запланировано. Тем не менее, мы добиваемся от подрядных организаций выполнения работ полностью, 100%. У нас в контрактах прописано четко, что несвоевременное финансирование не является законным основанием к расторжению контракта. То есть подрядчик обязан выполнить, а мы обязаны все-таки найти возможность оплатить кредиторку как можно раньше. То есть нам, жителям Хакасии, не стоит опасаться, что вследствие вот этой сложной финансовой ситуации у нас и качество дорог будет с каждым годом ухудшаться? Во всяком случае, мы предпримем все усилия, чтобы этого не произошло. Спасибо. Я благодарю вас за интервью, за то, что вы пришли и ответили на наши вопросы. Вам спасибо. 60 лет исполнилось в этом году одному из самых амбициозных советских проектов – освоению Целины. Попала в него и Хакасия. За несколько лет у нас распахали более полумиллиона гектаров, что позволило вдвое увеличить площадь обрабатываемых земель. О таких рекордах современным аграриям можно только мечтать. А для 7 тысяч целиников, которые приехали в Хакасию, это был реальный труд на благо Родины. Мой коллега Виктор Лошников встретился с одним из самых заслуженных целиников республики – Иваном Антоновичем Булойчиком, который поделился своими воспоминаниями о тех трудных, но таких славных днях. Ивану Булойчику исполнилось 82 года, но несмотря на почтенный возраст, Иван Антонович держится очень бодро. У него прекрасная память. Он привез нашу съемочную группу на то поле, где для него начиналась Целина. Это окрестности села Целинное Ширинского района. Иван Булойчик приехал в Хакасию сразу после армии. Попал как раз на обработку залежных земель. Первое время работал прицепщиком в Ширинском зерносовхозе. Весной 1955 года вся площадь, которую занимает сейчас поселок Целинный, распахивалась. И вот эта площадь соединялась с этим полем. Все это дело пахалось весной, а осенью мы убирали хлеб. В Ширинском совхозе в тот год распахали почти 15 тысяч гектаров. А всего по Хакасской автономной области за три целинных года в оборот было введено 525 тысяч гектаров залежных земель. Целину распахивали практически в каждом районе. Бейском, Аскизском, Таштыбском, Рженикидзевском. Но основные площади были подняты в трех центральных районах Хакасии. Ширинском, Усть-Абаканском и Багратском. Больше всего целинных земель было распахано в Ширинском районе. В память об этом на постаменте установили старенький советский трактор Т-54. Да и название села и совхоза говорит само за себя. Оно напоминает об освоении целинных и залежных земель. Почти треть всех целинных земель находились в Ширинском районе. Там было организовано три новых совхоза. Один из них позже так и назвали целинным. Причем утвердить это название помог наш герой. Он в то время работал директором совхоза. Название в Москве никак не пропускали. Мол, есть уже три целинных в стране. И достаточно. Помог случай. Об этом Иван Антонович нам рассказал уже у себя дома. К 20-летию Целины в Алмате прошло представительное совещание с участием всей советской верхушки. Иван Булойчик там выступил. А позже к нему подошел один из помощников лидера страны Леонида Брежнева. Поинтересовался, нужна ли какая-нибудь помощь. Иван Антонович рассказал о проблеме. И буквально через месяц Ширинский зерносовхоз получил свое новое гордое имя. Но все же больше всего в память врезались именно первые годы работы в совхозе. Целина была твердая. Пахали, значит, пятикорпусные плуга с ножами, с дисками. Иначе так, если плуг идет, не брал. Сложная была целина. Сложная. Иногда попадали поля так помягче. Местами было дернина, невозможно было пахать. Сложно. Вот пахали, старались, конечно, чтобы дернина была не сплошная, а как бы резаная. А потом дисковыми бормами ее разбивали. Зато и урожаи в первые годы собирались знатные. Иван Булойчик работал и на комбайне. Помнит, что удалось в 1956 году получить по 14 центнеров зерна на круг. Небывалая цифра по тем временам. Их молодежная бригада стала лучшей в Красноярском крае. Получил первую награду. Медаль за освоение целинных земель. Кстати, такая же медаль есть и у супруги Ивана Булойчика, Марии Михайловны. Она тоже приехала на целину по комсомольской путевке после Иркутского техникума. Поставили учетчиком. А жить первое время пришлось и в палатке, и в землянке. В землянке была куча соломы, и в этой соломе спала. Тяжело было. Тяжело. В 5 часов надо же загонки разбить. В 5 утра выезжали все комбайнеры. Потом все надо, значит, где, что ходишь тут с сожжением. Потом, значит, уже вечером все надо замерить. В общем, спать не приходилось. Но кроме работы успевала еще заниматься самодеятельностью. Так и познакомились с мужем. Он в то время был освобожденным комсоргом в совхозе. Вместе выступали, поженились. Уже 57 лет вместе вырастили детей, внуков, есть правнуки. Иван Булойчик считает, что в каждой медали и ордене есть частичка труда супруги. Она ему помогала во всем. В том числе и с учебой на заочной факультете высшей партийной школы при ЦК КПСС. Венцом служебной карьеры нашего героя стала должность начальника управления сельского хозяйства Ширинского района. В архиве нашей телерадиокомпании сохранились кадры его встречи с молодежью района. Иван Булойчик вспоминает, что при освоении Целины были допущены ошибки. В частности, пыльной бурю унесли со многих полей плодородный слой. Огорчает ветерана агрария. И то, что сейчас в Хакасии земель обрабатывается вдвое меньше, чем было поднято во время освоения Целинных и залежных земель 60 лет назад. И он задает резонный вопрос. Не придется ли вновь поднимать Целину? И все же главный результат кампании на Целинных землях удалось получить богатые урожаи и накормить страну. Целина – это великое дело, как Брежнев говорил. Это второй подвиг советского народа после победы в Великой Отечественной войне. Я полностью с этим согласен. Виктор Лушников, Игорь Брюханов. Вести Хакасия. События недели. Звук у горно-золотистого внимая, наше детство пионерское прошло. Для большинства людей, кому за 30, сегодня это ностальгия. А вот о самом пионерском движении не забыли до сих пор. Завтра, 19 мая, День Всесоюзной пионерской организации. Движению исполняется 92 года. Конечно, после распада Союза алый галстук и значок – большая редкость. Но, как выяснил Константин Кравцов, который, кстати, сам никогда не был пионером, найти ребят, кто предан Ленину, можно и сегодня. Я, юный пионер Советского Союза, перед лицом своих товарищей, торжественно обещаю горячо любить свою советскую родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия. Вот она, личная книжка пионера. Здесь и памятки, и правила жизни для советского ребенка. Конечно, вместе с выполнением добрых и полезных дел пионер был обязан знать историю партии, биографию Ленина и верить в светлое коммунистическое будущее. Ну да, конечно, это было… Ну, были идейные, вот. Ну, а идеология, она, в принципе, и сейчас же должна какая-то присутствовать. Ну, назовем это патриотизмом, давайте. Но я считаю, что это неплохо было, что были такие вот молодежные организации, которые действительно дисциплинировали, может, подтягивали в учебе. Сегодня все это уже история. В барабан бьют музейные работники, пионерская форма пылится в архивах. Кстати, именно здесь, в Шушенском, была Мекка советского пионера. Тогда в музее имени Ленина собирали октябрят не только из Красноярского края, их Акасии, со всей Сибири. В торжественной обстановке, затеив дыхание, юные коммунисты обретали долгожданный алый галстук. Вот эта улица, вот этот дом. Вторая квартира Владимира Ленина в Шушенском. Именно здесь тысячи октябрят становились пионерами. Именно здесь было, что ли, наиболее престижно получить заветный галстук и значок. Ведь так или иначе приобщаешься к самому вождю. Как повяжут галстук, береги его. Он ведь с красным знаменем цвета одного. Торжественно обещаю горячо любить свою родину. Жить, учиться и трудиться на совесть. Пятиклассница Таня Тарасова еще пока запинаясь цитирует обещания пионера. Школьница – современный октябренок. В селе Целинное сегодня есть дружина. Имени юного партизана-разведчика Вали Котика. Ребята, как и в былые времена, носят галстуки и изучают постулаты коммунизма. Стоит полагать, современные пионеры, пусть и немногочисленные, не сильно отличаются от советских. Во всяком случае, на первый взгляд. Помогаем ветеранам, убираемся на пришкольных участках, ездим в разные пионерские игры, участвуем в играх-зарницах. Большинство мы помогаем бабушкам, ветеранам, им же тяжело убирать. Вообще, Целинная школа номер 14 особенная. Здесь все дети с 5 по 7 класс – пионеры. Есть четыре отряда. Получишь двойку или совершишь проступок, будешь иметь порицание со стороны сверстников. Поэтому ребята отличаются от большинства школьников дисциплинированностью, говорят педагоги. Впрочем, в современной Хакасии именно пионерское движение, будто эхо от былой советской мощи, и уж точно не приобретет прежний размах. Однозначно хотелось бы, хотелось бы сотрудничать со школами в этом направлении. Но, к сожалению, пока в школах очень сложно туда, куда, по крайней мере, обращались, понимания не находим. Есть, идут где-то на уступки, но в основном, конечно, это отторжение. Так или иначе, но с мощной идеологией союзной Компартии сегодня вряд ли поспорит какая-либо молодежная организация. Конечно, пионерия тогда была значительно политизирована, но ведь и воспитание, и досуг детей были на высоте. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести Хакасия, События недели. Такой была уходящая неделя. Впереди у школьников последние дни подготовки к ЕГЭ. И об этом мы обязательно поговорим в следующий раз. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!